Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас с Вадимом Родионовым очередная тема, свежая, на мой взгляд. Я от своих пациентов регулярно слышу фразу. Причём от пациентов самого разного возраста и пола. Я в своей семье выступаю буфером. Между мамой и папой, между мужем и детьми, между мужем и родителями, его родителями, моими родителями, между женой. И, в общем, это бесконечное сочетание. Но факт в том, что есть люди, которые на себя берут роль буфера. Это те люди, которые сглаживают острые углы? Или всё-таки мы подразумеваем, что это другое подойдёт? Не совсем другое. Это другое. Сглаживают острые углы – это скорее дипломатия. Или какое-то посредничное. Давайте возьмём слово «буфер» изначально. Это некое приспособление, которое… Я залез в Википедию специально. Там есть буферные реакции в химии. Это моего интеллекта не хватает, чтобы это объяснять. Но буфер – это некое приспособление, которое принимает на себя удар и гасит его. То есть, оно делает так, чтобы удар механически не причинил ущерба основному агрегату или механизму. А в основном удар погасил буфер. Например, бампер на автомобиле – это тоже буфер. Да-да, та аналогия, которая у меня сразу возникла – это именно бампер. Кроме того, в истории, в геополитике есть такое понятие, как буферное государство. Или буферные зоны. Буферные зоны. И были целые буферные государства. То есть, что такое буферное государство – это что-то между двумя большими враждующими силами. То, что предохраняет их от столкновения непосредственно друг с другом, но, очевидно, терпит всяческие неудобства от этого. Но, кстати, Латвию ведь нередко называют буферной зоной. Хотя сейчас уже, наверное, это с натяжкой, потому что Латвия является членом НАТО. Но до этого, в общем-то, можно было воспринимать именно так, после распада Союза. В случае столкновения, сами знаете, какие-то. Мне кажется, Латвия, что очень всегда однозначно, сразу после независимости, заявляла о своей позиции. Буферные зоны были еще в древнейшей истории, в Месопотамии были маленькие государства между большими империями. Во времена Гражданской войны была, так называемая, Дальневосточная республика. Какая-то из романов Юлиана Семенова описанная, которая была между Советским Союзом и Японией, допустим. Одновременно Монголия играла роль буферного государства между Советским Союзом и Китаем. В общем, на протяжении истории ясно, что буферные государства, буферные зоны и буферные люди всем присутствуют. И роль эта достаточно неблагодарна. Да, я тоже как раз подумал о том, что роль незавидная. То есть, ты всегда выполняешь функцию того, кто примет на себя удар. И, в общем-то, никто тебя за это не поблагодарит, что самое, наверное, еще печальное в этой истории. Может, кто-то и поблагодарит когда-нибудь. Насколько тебе этого легче? Давайте зададимся следующими вопросами. Во-первых, что это за ситуации, в которых необходим буфер? Ну, это ситуация, связанная с конфликтом или, как минимум, непониманием? Потому что буфер – это в том числе и посредник, мне кажется, нет? Ну, он, конечно, посредник. Ну, вынужденный посредник. Ну, он посредник такой. Не знаю, как человек, который в разных фильмах падает на гранату, чтобы она не задела окружающих. Тоже называть буфером, чем он принимает на себя удар. Здесь ведь кажется мне, что есть очень существенная разница между буферными государствами и буферными людьми. Потому что, в отличие от людей, у государств нет выбора. Потому что там все решает география. А вот у людей-то выбор есть. Хотя, может быть, и не так легко его сделать. Ну, во-первых, есть государства, как та же Дальневосточная республика. В общем-то, очевидно, с этой же целью искусственно созданы. И понятно, что это изначально какой-то недолговечный проект. Но все равно это география. Все равно это то, что нельзя изменить. То есть, условно говоря, нельзя взять одно государство, поставить его на место другого и сделать буфером. А с людьми так можно поставить. Ну, как же мы географию не можем взять? Мы провели границы и обозначили новое государственное образование. Но все равно оно должно соответствовать целому ряду критерий. Оно находиться должно на границе с тем самым. Да. Но мне кажется, это как раз тоже очень искусственное образование. И как всякое искусственное образование, оно зачастую недолго. Хотя, наверное, пофантазировать. Можно придумать какое-нибудь государство было создано как буферное. И оказалось несколько долговечнее, чем планировалось. Это когда превзошел своего учителя. Значит, первое – это в каких ситуациях нужен буфер. Я думаю, второй вопрос, который возникает, это уже, наверное, больше о людях, чем государство, хотя чем черт не шутит, это ты сам выбираешь роль буфера? Или тебя назначают тем самым буфером, потому что, ну, тебе не оставляют выбора. Третий, наверное, тоже больше, хотя опять на людях и государствах, наверное, все-таки, выбирая, казалось бы, неблагодарную роль буфера, ты точно от этого получаешь какие-то не совсем понятные для окружающих, может, для себя преимущества. Какие? Мы к этому придем. Мы к этому придем. Ну, и потом опять буфер. Ты как долго ты готов в этом оставаться? Чем ты расплачиваешься за нахождение в роли буфера? Вот, наверное, пока так на вскидку. Ну, вот еще один момент, который хотел бы уточнить, просто аналогия, опять же, которая возникла по ходу нашего размышления. Есть такой достаточно популярный момент, когда у девушки есть парень, у нее с ней сложные отношения, и у этой девушки есть друг. И она этому другу рассказывает то, что происходит с ее парнем, и пытается с его помощью решить этот вопрос или просто поплакаться ему в жилетку. Это как раз тоже буферная модель отношений или нет? Правильно ли я понимаю эту структуру? Я бы не сказал, что буферная. Потому что я думаю, что в контакт с буферным человеком, странное определение, ну, что и как еще сказать, обязательно вовлечены обе стороны. Он между ними… То есть, должен и парень, это такое тоже бывает, что и друг, и та парочка… Такое бывает. Но если человек просто является тем, кому можно излить душу, раскрыть эмоции и так далее, или, не знаете, сердечный друг, или наперстник, или еще как-нибудь, как угодно назовите. Но это немножко другая ситуация. То есть, к буферным людям это не относится? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Что такое ситуация, где нужен буфер? Это фактически ситуация, во-первых, травмоопасная, и, во-вторых, на верность говорить и об отношениях людей, и об отношениях стран, ситуация, чреватая вооруженным конфликтом, в кавычках или без кавычек. То есть, ситуация, в которой все находятся на грани какой-то войны, между людьми или между государствами, и нужен кто-то… Причем, я думал, что даже не только, наверное, все участники осознают, что он является буфером, и осознают выгоду этого состояния. Кстати, я сейчас только что подумал, Нагорный Карабах является буфером между Азербайджаном и Арменией, или не является? Ну, вот сложная история, учитывая, что как раз Нагорный Карабах является субъектом конфликта, а буфер является субъектом конфликта, потому что идет ли, условно говоря, борьба за буферы, обладание буфером, или нет? Или буфер является той промежуточной историей, собственно, на пути к некой цели, в том числе в конфликт. Скорее, к политологам, наверное. Но даже если в семейных отношениях, условно говоря, если мы говорим о буферных людях, то, соответственно, являются ли они конечной целью для враждующих сторон? Конечной целью они сами не являются. А вот Нагорный Карабах, судя по всему, конечная цель. Возможно. Или если бы не было Карабаха и была граница между Азербайджаном и Арменией, как таковой вопрос, что было бы тогда. Но здесь еще вопрос повода, наверное. Буфер как повод. И может ли буфер быть как повод? Потому что Нагорный Карабах повод. Вот. Если бы это повод, а не причина. Тогда это есть и причина. Это и повод, и причина. Ведь может быть одновременно. Согласитесь. Ставим это политологам. Да. Но это интересно, если так переэкстраполировать на человеческие отношения. То есть буфер – это всегда ситуация конфликтная. Буфер в обычное мирное время он, наверное, не очень-то и нужен. Нет необходимости. Но он не нужен. Нет необходимости кому-то брать на себя роль буфера, когда нет конфликта. Человек может быть миротворцем, посредником, мудрым дипломатом, но не буфером. Все-таки буферу всегда достается вот тот самый удар, та самая агрессия, которую он волей-неволей вынужден на себя принимать и как-то гасить ее, чтобы стороне, которое за ним, доставалось уже намного меньше агрессии, намного меньше ударов. Поэтому, наверное, в мирное время буферы нам не нужны. Оно или военное, или предвоенное. Что такое военное или предвоенное время между государством, мы, наверное, хорошо понимаем. Стоит полистать страницы истории, и мы что-нибудь найдем. Что такое предвоенное время в семье? Предчувствие. Предчувствие гражданской войны. Наверное, кстати, мы говорим о людях, наверное, кто-то может быть буфером и на работе. Кстати, козел отпущения, это буфер или нет? Мне кажется, козел отпущения не совсем буфер все-таки. Получается, козел отпущения это тот, на кого сваливает все, что не сложилось. Буфер ведь не выполняет роль обиженного, он просто выполняет роль между этими конфликтующими. Буфер может быть травмирован до полной непригодности и выброшен или заменен. Но вот аналогия с тем, что козел отпущения, если мы говорим в политическом ключе, кто это может быть? Интересно, может быть, кто-то из наших слушателей это знает. Позвоните нам. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93. Я думаю, что на самом деле человек в семье или в коллективе рабочем, которого все ругают, которого сваливают все провинности, которым недовольны все, но он продолжает существовать. Возможно, он тоже буфер. То есть, это человек, на который, ну, наверное, сейчас, опять же, рассуждаю теоретически, наверное, козел отпущения может быть буфером, потому что таким образом он снимает напряжение. Да, он принимает на себя удары, и, возможно, если бы его не было, эти удары доставались бы непосредственно тем, кто изливает всю агрессию на этого бедного, на это бедное существо. Ну, мы же вспомним, что такое козел отпущения изначально. Это у древних евреев был. В какой-то день на этого козела, на которого сваливали все вины и грехи, и прогоняли его в пустыню, к демону пустыни Азазаилу. То есть, он, соответственно, уносил все грехи туда. Да. Тем, что Азазазаилу, который тот самый Азазаилу из «Мастера и Маргарита». Но буфер ведь, как мы говорили из политики, то, что не уходит, то, что остается между конфликтующими сторонами, даже чисто географически. Рано или поздно та самая Дальневосточная республика исчезла. А, ну, соответственно, он может быть поглощен. Он может быть поглощен, он может исполнить свою роль, и будет за ненадобностью быть ликвидирован. То есть, мы сейчас поняли, что буфер может быть в любой группе людей. Он может быть, не знаю, в семье, в рабочем коллективе, в армейском коллективе, еще в каком-то ни было коллективе. Но это, по большей части, несправедливая роль. Ведь получается. Тот же козел отпущения, он не жаждет быть козлом отпущения. Просто кто-то, в сторону решает, что этот человек, допустим, обладает тем психотипом, на которого можно все это дело повесить, потому что, допустим, он не сопротивляет. Справедливость, мы же с вами знаем, это очень условный конструкт человеческим воображением созданный, и люди совершенно по-разному воспринимают, выгоднее сопротивление выгодно. Давайте разделим ситуацию на людей, которые осознанно и добровольно выбирают роль буфера, для которых назначают таковой роль. Ну, как всегда, самые уязвимые члены семьи у нас кто? Дети. Да, совершенно верно. И даже на уровне детей есть на звонок? Да, есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Вот вы как раз про детей заговорили, я подумал. В семье действительно бывает один ребенок, на которого почему-то все сваливают, считают, что бы ни случилось, он виноват. И в школе, в классе тоже может быть такой ученик, что бы ни случилось, ученик этот тоже виноват. Спасибо. Да, спасибо. Да, кстати, в классе я это наблюдал, вот эта травля, которая концентрируется на одном конкретном человеке, в общем, он становится и козлом отпущения, и буфером, и человеком подвержен травля, и все это очень травматично и очень неприятно. В классе, наверное, хотя, наверное, если в классе есть обстановка травли, немножко другая история, наверное, это агрессия, пусть он на кого-то будет обращена, исчезнет, этот человек будет кто-то другой. Ну, соответственно, его выбирают, зависит от этого. А может, их будет целая группа людей, может стать такой жертвой. В семье, мне кажется, другая ситуация. С одной стороны, ну, мы все знаем эти ситуации, когда в семье конфликты, и раздражение на ребенка сбрасывается просто. То есть, когда внутри кипит, руки чешутся, ну, ты понимаешь, это осознанно или не совсем осознанно, что если ты нападешь на вторую половину, ты получишь какой-то большой отпор и скандал, то в этой ситуации куда-то проще сбросить свои эмоции на того самого ребенка. Дети всегда дадут повод. Учатся не так, что-нибудь на место не положили, шумят не вовремя, требуют внимания к своей персоне, хотя есть масса других важных дел, типа телевизора и рабочих проблем и так далее, и так далее. Но плюс они слабее. И это тоже. То есть, бывает такая ситуация. Бывает ситуация, где ребенок сам становится буфером. когда ребенок видит и ощущает, что в семье плохо, что мама с папой ссорятся, а для ребенка это обычно ситуация невыносимая. И он пытается каким-то образом это смягчить? Он пытается смягчить. И я от своих пациентов слышал самые разные ситуации. ребенок может пытаться рассмешить родителей. Он может пытаться валять дурака, всячески веселить, то есть, отвлекать, оттягивать все внимание на себя. Он может валять дурака, даже зная, что ему попадет. Потому что для него вот это вот попадет за там «прекрати и поясничать», для него это куда менее болезненно, чем ощущение, что дома война, дома скандал. И это, как мы знаем, иногда с чего мы сегодня начинали, почему человек выбирает роль буфера, чем выбирает себе такую травмоопасную работу. Потому что зачастую, о этом мы часто упоминали, ребенок, когда дома идет война, чувствует себя виноватым. он не понимает, что он сделал плохого, но еще если все сердятся, то, наверное, это я что-то сделал не так. И это тяжело, а там, где я виноват, наверное, следует за этим и наказание. Звонок у нас? Да, только что был, сорвался у нас звонок. Еще раз напомню, номера телефонов прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 звоните и пишите, кстати, в WhatsApp 230-6-191. Ну вот, пока исчез наш радиослушатель, но может быть появится. Продолжая тему ребенка в семье. То есть, ребенок, который чувствует себя виноватым, может занять роль буфера, мужского бессознательного в качестве такого наказания себе. «Я плохой, я плохо себя вел, мне за это должно достаться». И где-то бессознательно понимают, что когда всеобщая агрессия обращена на него, то войны дома, скандала дома не будет. И, конечно, это как для любого средства, принимающего удар на себя, это для ребенка даром не проходит. Для ребенка даром не проходит, и он от этого страдает, и потом хорошо с ними делает психотерапевт, а не он живет дальше травматичной жизнью, принимая на себя снова и снова удары, потому что его бессознательный сценарий эту роль же включает. Звонок у нас примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, у меня такой вопрос. Я понял, что буфер, это можно сказать как дежурные уши, которым она исповедуется. Как мне стать этими дежурными ушами, когда из-за чьей-то проблем бывают на тебя, чтобы ты помог, чтобы ты все не разрешил. И второй маленький вопрос. Утребляем в этот момент аметрептилен нефлоксоз, как долго принимать их надо? Только никакого нет у нас полгода, или мы все-таки подвратились, чтобы поменяли лекарства? Понятно. Значит, буфер, это не уши. Есть какая-то роль выслушанных, но все-таки мы уже с ним говорили, буфер, это не тот, кто выслушивает. Хотя, наверное, буфер, если ему много обе стороны. То тогда он буфер. Да, наверное, он буфер. Он должен как-то информацию перерабатывать, контейнировать, как ничем модно говорить, всем давать какие-то утешения. Может быть, вступать в кратковременные союзы с кем-то тоже, чтобы поддерживалась иллюзия мира и спокойствия лишь бы такой ценой. Да, но есть еще вот вспомнил я... Второй был вопрос, лекарства. Да, это просто мысль, это потому, что возникло, чтобы не забыть, потом к лекарствам очень популярная версия, когда парень с девушкой ссорятся и разговаривают через друга. Скажи ему, находясь в одном помещении, что я с ним не хочу разговаривать и далее. Это буфер вот такой краткосрочный. Тоже. И это не только парень с девушкой. Это скажи своему папе. Папе там и так далее. Или твой сын опять повел себя так-то. Или еще. То есть это такой буфер, но это обычно краткосрочная история такая безобидная. Или твоя мама опять устраивает какие-нибудь, скажи, как на себя ведет. Это тоже вещь. На счет лекарств. Это очень странная идея корректировать терапию в радиопередаче. Если есть кто-то, кто назначил вам психотропные препараты, по идее в идеале должен быть психиатр, а не семейный врач или еще кто-нибудь, то надо к нему идти, с ним все это обсуждать. Он на то и доктор. Он много лет учился, много лет работал. И, как любые препараты, не дают стопроцентной гарантии. Каждому человеку все подбирается индивидуально. Поэтому, если что-то не работает, идите к доктору. Он и когда поменяет дозировку или поменяет препарат или комбинацию препаратов. Но точно мы с Вадимом вам здесь не поможем. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Владимир Владимирович, я хочу признаться компенсации. Потому что я был у него один, а что он начал эти лекарства. А что второй раз, когда не закончил, опять эти лекарства назначил. Полгода принимаю, толку этих никакого нет. Можешь по-другому специалисту поискать. Ну, поищите. Если вас... Мы живем, как модно говорить, в свободной стране. Вы не прикреплены к одному и тому же врачу навечно. Возможно, вы оба друг от друга не в восторге. Поэтому вы можете, если вас не устраивает ваш врач, вы смело можете пойти поискать другого специалиста. А в силу профессии, вот мы заговорили о врачах, в силу профессии, человек может стать буфером? То есть, условно говоря, есть такие профессии, приходят ли в голову такие профессии, которые как раз выполняют буферную функцию в том числе? Не знаю, социальный работник, к примеру. Есть люди, которые выполняют такую роль. Я думаю, в какой-то степени роль буфера может выполнить какой-нибудь семейный психолог, допустим. Но это осознанная роль, и он не является пассивным объектом. То есть, когда приходят люди к семейному психологу, если модно слово, еще модератор. Когда двое. Да, да, да. Вот. Когда он приходит, все-таки люди приходят на определенных правилах. На конфликтах в семье или в рабочих коллективах обычно правил нет. То есть, они не оговорены. Семейный психолог или другой человек занимается таким посредничеством, он все-таки наделен определенными правами и авторитетом. Суд, кстати. Да. Ну, суд, это все-таки он может и карательным органом. Да, буфер не карает. Буфером его не назовешь. Окей. О детях понятно. Опять о детях подчеркнем, что ребенок может быть буфером как осознанно, так и бессознательно. Но родители ведь часто используют, не часто, но хорошо, есть такие случаи, когда используют детей в качестве такой разменной монеты. То есть, они делят ребенка, там что-то говорят ему про маму, про папу. Ну, это уже манипуляция, немножко другая история. Но ребенок не является буфером в этой ситуации между конфликтами? с другими сторонами. Когда буфер пытается... Ребенок является козырем, ребенок является... Инструментом. Буфер принимает, смягчает удар, а ребенок часто в войне является способом нанесения удара. Это не буфер. Буфер не может быть... Нет. Это способ причинения боли кому-то. То есть, когда люди воюют и пытаются максимально друг другу причинить боль или при расставании воевать за какие-то выгодные условия финансовые, какие-то другие, да, тогда дети выступают инструментом манипуляции, но это уже не буферная роль точно. Есть, мы говорим, не только о детях. Ну, например, в семьях, где есть конфликт между одним из родителей и ребенком или детьми. Второй родитель часто вот тогда берет на себя роль буфера. он... И опять это бывает осознанно, бывает бессознательно. То есть, бывает, что человек говорит... У меня была пациентка, которая говорила, мой муж легко приходит в ярость, и я считаю, что я должна оттянуть его внимание на себя. Ясно, с мужским ребенком я начинаю... Кстати, я подумал историю, которую очень часто слышал, к сожалению, когда пьяный отец начинал избивать жену или избивать детей, и в этот момент или жена, или дети кидались между, закрывали собой. То есть, в этой ситуации они буквально, к сожалению, в самом техническом, механическом смысле исполняли роль буфера. То есть, принять удар на себя. принять удар на себя. Ну, это такие, к сожалению, встречающиеся, но крайности. Но зачастую есть конфликт, и, кстати, это могут быть и кто-то из родителей, это могут быть бабушки и дедушки, это могут быть старшие братья или сестры, которые защищают младших, в травматичной ситуации, которые тоже способны спровоцировать, вызвать гнев на себя для того, чтобы тому, кто помладше, досталось меньше. То есть, это достаточно распространенная история. Давайте подумаем о мотивации. О мотивации того, кто становится буфером? Да, конечно. Мотивация агрессора, она достаточно понятная история. Насчет агрессоров все довольно-таки понятно. А вот это, когда человек как матросов падает на амбразуру грудью, тоже своего рода буфер, кстати. Ну да, между зотом и отрядом. мне кажется, что в человеке, который осознанно, а ещё более бессознательно берёт на себя роль буфера, с одной стороны, наверное, есть роль, есть понятие любви, которая работает, чтобы защищать, чтобы спасать и так далее. Нет ли здесь элемента, связанного с тем, что человек просто ищет комфорт, а в конфликтной среде он чувствует себя некомфортно и таким образом делает всё, что может для того, чтобы смягчить эту ситуацию и самому чувствовать себя в более-менее комфортном состоянии? Вряд ли ему очень комфортно. Очень нет, но тем не менее лучше, чем... вы можете это объяснить как-то, но мне иногда кажется, что человек, подставляющий себя под удар, в нём тоже заложена какая-то для этого бессознательная мотивация. Можно назвать это чувством вины, можем назвать это каким-то сценарием. Почему человек принимает именно роль буфера удары с обеих сторон или границ? Почему человек не может в этой ситуации позаботиться о себе или занять чёткую позицию? Или выйти из игры? Или выйти, или занять чёткую позицию, когда в этой ситуации это несправедливо, и я вот на этой стороне. И я считаю, что ты не имеешь права так с ним или с ней поступать. Вот когда люди проявляют саму жертвенность, и это становится долгом приносить себя в жертву, принимать на себя все эти удары, это меня всегда в терапии заставляет задуматься, почему человек эту роль на себя выбрал. Ну, мы же с вами знаем, что мотивация, например, если Александр Матросов и так далее, или Виктор Талалихин, который пришёл на Таран в своё время, это были герои и подвиги, то... Подвиг Гастелло, можно сказать. Гастелло, да. То мы помним, в японской армии это были просто воинские подразделения. Камикадзе. Были люди, которые просто бежали впереди воинских частей по минным полям или падали своими телами на колючую проволоку, чтобы пробежали по ним, и тогда это были такие подразделения, которые... Быть буфером был их долг. Это было благородно, это было почётно, это был их долг принести себя в жертву. Но это мы говорим о японской культуре, где место смерти было очень велико. А шахид в этом смысле не укладывается тогда в раздел буфера? Шахид – немножко другая история. Сколько я понимаю, шахид – это человек, которому за его самопожертвование обещано райское блаженство. Ну да, у нас сейчас стереотипное восприятие шахида – это не все, кто взрывает себя и убивает других. В общем-то, это мученическая смерть, считается, это как раз шахид, который принёс себя в жертву. Но тем не менее, если мы говорим о стереотипном восприятии, террористы, которые таким образом... Ну, их не назовёшь буфером. Хотя они тоже жертвуют своей жизнью ради того, чтобы... Буфер всё-таки выполняет некую пассивную роль. То есть, не уничтожая, не разрушая. Нет, он, как только, если он остается атакующей силой, разрушающей, причиняющей зло, он уже никак не буфер. Ну, Камикадзе, ведь, получается, что они тоже несли разрушение, потому что, если Берл-Харбор, например, вспомним, они как раз таранились эти корабли. Да, так и они не были буфером. Буфер всё-таки защитная функция. То есть, буфер, который не вредит, по сути? Буфер тот, который не занимает активную позицию. Буфер тот, который принимает удары на себя, нельзя сказать, что он кого-то активно атакует. Целохранитель, это буфер профессиональный. Он закрывает собой, это, наверное, буфер. Наверное. Хотя, опять, буфер, это между двумя сторонами, наверное. И вот, когда я разговариваю с моими пациентами, которые выбрали эту не очень благодарную роль быть буфером, помимо какого-то удовлетворения, что я защищаю, что я помогаю, я спасаю, всегда есть некое чувство горечи. Есть чувство, может, немножко безнадёжности. Я так поступаю, потому что у меня нет другого выбора. Я так поступаю, потому что без меня будет война, пострадает ребёнок или пострадает кто-то ещё, я должен во всём там как-то участвовать. И, наверное, есть ситуации, где выбора нет. Я думаю, что их на самом деле мало. Я думаю, есть ситуации, когда человек, который не хочет быть буфером, он осознанно понимает, что без него, да, будет плохо. Без него будут травмы, конфликты, скандалы и так далее. Но тогда он задается вопросом, а что же происходит с моей собственной жизнью? И неужели я готов её потратить, чтобы постоянно быть между кем-то? И вообще, кто это оценит? Я думаю, что буфер никогда особо не задается вопросом, оценит ли его деятельность. Он просто должен быть между, должен помогать и спасать. Это осознаваемо на уровне человека, то есть, когда ты выполняешь роль буфера, берёшь, то есть, насколько это возможно осознать, ведь опять же, может быть, естественная среда для конкретного человека, быть буфером. Я думаю, даже естественная среда, осознать возможно всё. Люди не всегда задаются этими вопросами, обычно к ним вопрос. Мы с самого начала, есть буфер, который осознанная роль, который бессознательный. Обычно человек буфер, принимающийся травм и удары, в ходе терапии очень быстро всплывает. Когда человек говорит, ну да, что поделаешь, вот в этот момент, а что поделаешь с вопросительным знаком, становится не риторическим вопросом. Мы начинаем задаться вопросом, а действительно ли ничего не поделаешь. Действительно такое. Хотя есть ситуации, когда, ну допустим, один из родителей понимает, что да, он может развестись и уйти. Но тогда мы понимаем, что этот ребёнок, который остаётся незащищённым, то есть ты, конечно, можешь начать судиться, таскаться по сиротским судам и тому подобное, но это всегда очень так символически кровопролитное занятие. то есть есть родители, которые остаются в такой ситуации, потому что они осознанно понимают, что без меня ребёнку будет плохо или может дело в том, что они всё-таки не готовы начинать ту самую войну. Наверное, в итоге в самых разных ситуациях рассматривать по-своему и моё любимое слово осознанность, когда человек понимает причины своего действия или причины своего бездействия. Он может объяснить, по крайней мере. Да, и объяснить не в плане оправдаться или найти поводы, а в плане объяснить. Да, звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Вот я заметил, если идеологическая основа государства это угнетение, эксплуатация, удержение, истязание, террор мирного населения под прикрытием идеи, они нас раньше долгомучили, теперь мы их помучим. Но потом жертвами такой агрессии ставят диагноз обычный ашизоцинический бред вместо посттравматического ситуации. Задавайте вопрос, чтобы... Если не жалуются врачам о тяжелом несправедливом условии труда, что ведет к травматике, психике, где тени в воде. Да, спасибо. Ну, я думаю, что Сергей хотел высказаться. Есть программа «Вечерный интерактив», там можно высказываться. Давайте все-таки в эфирах будем ценить и уважать время, в том числе и другие слушатели. Мне кажется, мы Сергея часто слышим, что-то не поминает его почтенного сенатора с фразой «А кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен». Это да. Но тем не менее, вот это же популярная точка зрения, что государство занимается угнетением. В какой-то степени, да, зависит от государства. Ленин говорил, что институт насилия. Да, после чего он создал тоже государство, которое… Он там превзошел многих. Да. Так, нас на глобально-политические темы катать тянули. Да, но у нас осталось буквально три минуты, поэтому… Давайте из этого попытаемся такое скучное дело вывести некую мораль. Мораль сей. Да. Передача. Я думаю, что человек, который является буфером осознанно, а уж тем более человек, который является буфером неосознанно, задача всегда на самом понять свою роль. Ну, если ты неосознанно являешься буфером, если ты все время оказываешься посреди конфликтующих сторон, если тебе со всех сторон плохо, и ты получаешь какие-то травмы психологические, физические и прочее, задумайся, не буфер ли ты? Еще звонок примем? Да. Так, ушел с радиослушкой, только появился, но исчез. Если ты буфер, и ты понимаешь, что поиграешь в буфера, и, наверное, ощущаешь, что это благородное занятие, задумайся, в какой момент ты выбрал этот мученический путь, как долго ты намерен этой роли находиться, и как дорого тебе это обходится, и в итоге куда ты тратишь свою собственную жизнь? У этой буферной роли есть какое-то кратковременное значение, или это история бесконечная с непонятными временными рамками, и как долго ты им готов быть? ребенок, тебе трудно это осознать, ты позже, если ты попадаешь в похожую ситуацию, задумываешься. Взрослый человек, который еще принимает на себя роль буфера, и это наблюдает его ребенок, должен, мне кажется, задаться тоже вопросом. Это неизбежно, или это можно решить как-то по-другому? И твой ребенок, который видит, что ты буфер, и видит, что папа или мама, это такой человек, который постоянно принимает на себя удары, который постоянно терпит какую-то несправедливость. С одной стороны, это здорово, что он меня защищает, но не воспримет ли на себя ребенок вырастет ту самую роль, что он тоже обязан находиться в неких травматичных отношениях, и тоже обязан брать на себя роль терпеливого буфера. Мне кажется, этот анализ осознания, осознанность очень полезная вещь. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Это была программа «Диагноз недели». В студии работал врач-психиатр Арель Резник-Мартов. С Арелем мы прощаемся до следующего понедельника. Я с вами не прощаюсь, мы встретимся в программе «Вечерний интерактив» через час. Арель, спасибо всем. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова